Здравствуйте! В мае 2021 года на Гребном канале в Барнауле стартует этап Кубка мира по гребле на Байдарках и Каноэ. До мероприятия остается чуть меньше 80 дней. В Алтайском крае соревнования такого уровня состоятся впервые. Более того, они станут отборочными на Олимпиаду в Токио. К предстоящим стартам готовятся не только спортсмены и болельщики, но и компании нашего региона и всей страны. В их числе Почта России. О том, что готовят алтайские почтовики, расскажет главный специалист по корпоративным коммуникациям Управления Федеральной почтовой связи Алтайского края Евгения Нагих. Сегодня она гость нашей студии. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, Глеб. Повторю вопрос. Что готовите к этому важному мероприятию, этапу Кубка мира по гребле? Да, как только мы узнали, что столица Алтайского края станет местом проведения отборочных соревнований в Токио, мы решили это событие сделать еще более уникальным и запоминающимся. Мы выпустим специальные уникальные конверты с логотипом мероприятия, а также специальный штемпель с фиксированной датой и проведем торжественную процедуру специального огошения. Что это за процедура? Расскажите подробнее, потому что, я думаю, многие наши зрители не в курсе и вообще впервые слышат о специальном огошении. Да. Ну, вообще, термин специальное огошение или сокращенно спецгошение есть только у нас, у почтовиков. Как правило, спецгошение проводится к какому-то крупному памятному событию. Событий таких может быть очень много и их, в принципе, они есть. Это могут быть юбилеи памятных, вернее, юбилейные даты актеров, режиссеров, ученых. Может быть, какое-то торжественное открытие крупного туристического центра, либо какие-то мероприятия, не знаю, мирового уровня. То есть, на самом деле, их будет очень много. Они проходят у нас постоянно. Для Алтайского края, как раз-таки, в нашем случае, это станет чемпионат мира, этап Кубка мира по гребле на Байдарках и Кануа. И к этому мероприятию мы выпустим непосредственно наши уникальные конверты с логотипом, как я уже сказала, и мы погасим специальным штемпелем. Как будет выглядеть сама процедура? Где это будет происходить? В какой обстановке? Как будет выглядеть? Вообще, что такое гашение? Это вот такая процедура, на которой присутствует наша почтовая продукция. Это могут быть конверты, это могут быть почтовые карточки, открытки почтовой, марки. На них ставится оттиск спецштемпеля. Поставили, вот такая продукция стала уникальной. Хочу заметить, что эта продукция становится еще более уникальной не только для нас, для жителей Алтайского края и для жителей всего мира, кто участвует, кто любит принимать участие в таких мероприятиях, а для филателистов, коллекционеров, то есть посткроссеров непосредственно, люди, которые собирают такие вот непосредственно открытки, конверты с этими штемпелями. То есть им очень нравится. И хочу отметить тот факт, что многие коллекционеры, если, наверное, не все, они стремятся, как правило, попасть на такие мероприятия. И если вдруг они попадают, они обязательно мне звонят и просят оставить хотя бы один конверт или одну открытку, чтобы потом мы их выслали. Потому что, действительно, для них это очень важно, это очень значимо. Вот. И даже у нас есть наши партнеры-коллекционеры и филателисты из-за границы, которые нам звонят и как бы и просят сделать вот такое вот, да, оставить. То есть мы можем ожидать приезда не только спортивных болельщиков, но и филателистов. Да. Ну, потому что, в принципе, я думаю, что будет очень много гостей, да, не только из Алтайского края, там, да, из крупных городов, но и из-за границы, как бы, потому что придут болельщики, придут их там родственники, там, да, сами спортсмены. Вот, собственно, вот так. Вы говорили о спецштемпеле. Расскажите, что на нем изображено. Да. Смотрите, значит, в нашем случае получается, что у нас будет спецштемпель с фиксированной датой. Ну, давайте, наверное, я сначала расскажу о том, чем отличаются спецштемпели с фиксированной датой от обычных календарных. Вы хоть раз получали открытку либо письмо? Ну, конечно. Видели, с обратной стороны, там, ну, как бы, ставится вот такой отиск штемпеля, на который указан обычный населенный пункт, да, и почтовый индекс. Собственно, это и есть обычный календарный штемпель. Он есть в обиходе каждого отделения почтовой связи. Главная особенность таких календарных штемпелей – это то, что у них есть возможность перевести дату, ну, то есть поменять, да. Вот. На ней, как правило, указан город, там, либо какое-то село, ну, населенный пункт получается, да, и почтовый индекс. В нашем случае спецштемпель с фиксированной датой, на нем будет изображен логотип мероприятия, в нашем случае. Покажите в камере. Ну, здесь у нас другой, потому что у нас в процессе производства, да, так сказать. Вот, ну, на примере, вот у нас есть такой штемпель с праздником, мы готовили специально для наших коллекционеров. Так, этапа покупка мира будет другой. Да, здесь обязательно будет логотип мероприятия, обязательно будет указан название мероприятия, также будет указан город и непосредственно индекс почтового отделения, то есть, ну, индекс того места, ну, влах почтанта, получается, Барнаульского. Вы упоминали филателистов, но для них, как и для любого вида коллекционеров, важен тираж. Каким тиражом будут выпущены эти конверты и, соответственно, на сколько конвертов будут поставлены эти штемпели? Наши конверты будут выпущены тиражом 100 тысяч экземпляров, вот, соответственно, на такой тираж, в принципе, люди могут рассчитывать, да, повторюсь, что наши сейчас конверты в производстве непосредственно, ну, и сам штемпель тоже. Хотелось бы еще отметить, что у нас штемпель будет фиксирована датой, вот он, кстати, в чем его особенность, да, что дата, либо она, в принципе, не меняется, то есть, мы ее не можем перевести, либо она ограничена некоторым количеством дней. В нашем случае это будет с 19 по 23 мая 2021 года. То есть мы 19 мая проведем торжественную процедуру специального гашения, на которой будут присутствовать наши почетные гости наших соревнований. Уже известно, кто это будет? Пока это секрет, то есть это, ну, в скором времени все узнают. Ну, это почетные гости, как бы, которые непосредственно будут принимать участие в торжественной процедуре открытия самих соревнований. Вот, собственно, после этих наших процедур торжественного гашения, все желающие смогут приобрести конверты с нашим штемпелем. Цена будет стандартная? Да, конечно. То есть цену коллекционную эти конверты уже набирают потом, спустя какое-то время? Это, наверное, вопрос больше коллекционерам, потому что, как правило, они там для каких-то... Мы очень приблизительно, да, то есть сложно понять не специалисту. Давайте, наверное, посмотрим, как выглядит этот конверт. Да, давайте посмотрим. Показать его на экране. Можете видеть логотип соревнований, да, официальный логотип, который будет присутствовать на наших уникальных конвертах. В общем, выглядит как обычный конверт, но с символикой и изображениями этого вида спорта. Да, официальная символика, которую, то есть ее утвердили, вот непосредственно вот такие конверты разойдутся по всему миру. А штемпель ставится вот в то место рядом с марками? Да, но там получается, знаете, как, если говорим о торжественной процедуре специального гашения, то она заключается в том, что, когда у нас проходит все это торжество, наши почетные гости, они же получают это потом как сувенирную продукцию, эти конверты, да, они расписываются на самих конвертах, они ставят росписи. А потом на эти росписи ставится непосредственно наш спештемпель, вот. Потом эти наши конверты. То есть дополнительная коллекционная ценность будет. Да, это для них будет особенно подарком, да. Потом эти конверты помещаются в специальные красивые наши рамы, наши коллеги это все делают, и потом они уходят в копилку наших почетных гостей, которые принимали участие. Вот как-то так. Еще хотел бы, знаете, сказать, что по поводу нашего спецштемпеля, который будет действителен всего несколько дней, с 19 по 23 мая, такие штемпели после мероприятия обычно изымаются, вот, и мы их отправляем в музей города Санкт-Петербурга, ну, по нашим правилам. То есть если обычный календарный, он будет храниться в отделении почтовой связи, вот, и будут пользоваться каждый день коллеги, да, то есть, ну, а вот таким штемпелем мы обычно, ну, их отправляем. Поэтому это еще больше придает значимость для коллекционеров, филотеристов, в принципе, на всех гостей, кто поприсутствует на данной процедуре. А сколько же в этом музее уже штемпелей хранится? Ну, очень много, на самом деле. Потому что мероприятия у нас проходят в специальном гашении по всей России, их достаточно много. Вот, например, если говорить про Алтайский край, то у нас также проходили спецгашения, посвященные шукшинским чтениям, да, то есть у нас были присутствовали почетные гости, родственники, ну, это как было уже давно, конечно, но тем не менее. Мы делали процедуру специального гашения, торжественные процедуры, посвященные юбилейной дате 9 мая. У нас на постоянной основе, можно теперь так говорить, действует спецштемпель «Сибирская масленица», который уже скоро будет, в принципе, да, праздник 13 марта. Мы только год меняем, да, мы меняем только год. Но, на самом деле, там на том штемпеле будет изображена символика «Сибирская масленица», непосредственно, и там бочонки с медом. Ну, и, в принципе, мы стараемся для коллекционеров проводить такие мероприятия как можно чаще, но совмещать их с памятными датами. Ну что ж, Евгения, благодарю вас за интересный рассказ. Нашим телезрителям напоминаю, что сегодня в студии программы «Интервью дня» была Евгения Нагих, главный специалист по корпоративным коммуникациям Управления Федеральной почтовой связи Алтайского края. До встречи в эфире телеканала «Катунь-24». Спасибо. Спасибо.